Дорогие друзья, всем привет! Привет из Канады! Сегодня я к вам с видео о моих покупках в секонд-хенде, но именно украшения бижутерии. Вы, наверное, знаете, что у меня это моя большая любовь и страсть. Я люблю пошариться по секонд-хендам именно в разряде украшений, каких-то сумочек, но в основном украшений. И я как бы вот иногда налетаю на какие-то сокровища и потом периодически раз в какое-то время снимаю вам про это видео, рассказываю, потому что это бывает редко. На самом деле я где-то вот, ну, может быть, в течение месяца-двух я что-то покупаю, собираю, а потом показываю. Периодически мне что-то попадается. И вот я вам хочу показать мои последние находки. Не знаю там насчет их ценностей, но красивые они, это совершенно точно. И я очень люблю, очень часто в моих образах я использую именно эти украшения, именно из секонда. Ну, потому что это какая-то такая фишка, знаете. Давайте начнем. Первая вещь – это браслет. Я купила его долларов за 10. Я как-то сразу поняла, что это какая-то вещь, знаете, не просто так тяп-себеляп, что называется, а что-то очень-очень красивое и очень интересное. Я сейчас не буду застегивать, чтобы не тратить ваше время, или потом вырежу процесс застегивания, потому что это непросто. Короче, застегнула. Показываю его на себе. Здесь, значит, джемчуг и какая-то стеклянная вот эти вот вставки под, как будто бы под бирюзу или под какой-то голубой камень. Он очень интересно сделан, он очень красивый. Сразу взявши его в руки, я поняла, что браслет непростой, золотой в кавычках. То есть он не золотой, конечно, никаких маркировок на нем не было. Но он очень интересно сделан. Посмотрите. Снаружи и изнутри это прямо вот видно, что это вещь-вещь. Покопавшись в интернете, я нашла, что это за браслет. Я нашла очень похожий. Очень похожий. Я думаю, что это он. Просто очень похожий, потому что и спереди, и сзади. Написано, что это Серло Селлини. Очень редкий браслет. И стоит он вот на площадке Эдси, где я нашла, 178 долларов. Вот так. То, что кто-то его выставил за 178, не значит, что кто-то его купит. Это даже не в этом дело. Он потрясающей красоты, необыкновенной красоты браслет. И даже если он стоит не 178, а 50 долларов, купила я его за 10, то вы понимаете, что это очень красивая и очень ценная покупка. И очень удачная. Следующее украшение – это вот такое вот ожерелье. Это, конечно, никакой не винтаж. Это современное ожерелье. Я нашла его в секунде, и мне оно очень понравилось, потому что мне показалось, что оно очень оригинальное. Значит, здесь шнурок такой из кожи, из настоящей кожи я проверяла. И вот такие вот пластины. По-моему, это дерево, это под бирюзу. Я не думаю, что это бирюза. Это перламутр. В общем, очень красивое колье. Короче, пыталась прочесть. Я когда им купила, я нашла, что это за бренд. Это наш или американский, или канадский бренд ювелирный. Он не очень дорогой. Он продается в наших универмагах, я видела, где-то долларов за 60. Купила я его тоже долларов за 8, наверное, что-то такое. В общем, вот такой вот он интересный, очень необыкновенный. Здесь, видите, шнурок кожаный. Крючок, кстати, сделан. Он не винтажный. И вот здесь вот тоже название этого бренда. Я не могу выбрать честь, девочки. А у меня нужно увеличительное стекло, которое... Лупа у меня находится в телефоне, на который я снимаю. Поэтому я прошу меня простить. Значит, сделан он очень интересно. Но я не думаю, что вам так важно название какого бренда это украшение. Видите, сделано сзади. Интересно здесь на цепочку эти пластинки надеты. И повторюсь, я не думаю, что это уж такое имеет значение, кто автор этого украшения. Но это, в общем, дизайнерское типа украшение. Но в том смысле, что есть у него какой-то автор. И это не просто так, а, в общем, какой-то бренд, какая-то компания, которая делает эти украшения. Выглядит оригинально, выглядит необычно. Мне очень... Единственное, что вот тут вот надо все время как-то это выкладывать. Потому что вот эти вот пластинки как-то переворачиваются. Мне очень оно нравится. И недавно я нашла, ну, как бы не к нему, но получилось, что очень подходящие два украшения. Значит, браслет, по-моему, Кора. Да, браслет бренда Кора. Это действительно красивая, очень ювелирная марка. Красивая марка. Ну, в смысле, марка ювелирная, которая делает очень красивые украшения. Винтажная, старинная. Очень, они довольно дорогие эти украшения. Это вот такой вот браслет под... Я думаю, что это тоже под бирюзу. Опять же, я не разбираюсь. И вот нашла такие клипсы, на которых нет никакой маркировки. Но мне кажется, что они вот какие-то, ну, не знаю, сделаны очень красиво и очень хорошо. И видно, что, знаете, вот не просто так вот, какая-то дешевая дешевка, а, в принципе, довольно-таки красивые, качественные клипсы. Вот так вот они выглядят. В секонд-хендах вещи, ну, разнобой. То есть у кого-то, допустим, были клипсы, у кого-то был браслет, у кого-то было ожерелье. И получается, что когда они попадают в секонд-хенд, то они попадают сами по себе. И вы не знаете на самом деле, что это за бренд. Но вот на браслете есть маркировка Кора, что, в общем-то, очень считается хорошим. Хорошим ювелирным винтажным украшением. Видите, вот так вот он выглядит. По-моему, подходят вот эти вот клипсы и браслет. Браслет подходит к этому ожерелью, потому что вот они немножко по стилю не совсем такие, потому что, видите, ожерелье такое современное, как бы такое ломаные вот эти вот линии, вот шнурок кожаный, потом вот эти вот пластины разного размера, такие, знаете, ну, современный дизайн, я бы сказала. А это такой более, ну, более классический дизайн. Браслет вообще, скорее всего, винтажный, наверное, может, и нет. Не знаю, но он похож. И, может быть, это не идеально подходит, но мне кажется, вот цвет, вот этот голубой, потом серебряный металл под серебро очень перекликается. В общем, вот такой вот выглядит этот браслет. И вот так вот выглядят эти клипсы. Классно, мне кажется, очень красиво. Еще про клипсы, значит, нашла вот такие две клипсины. Похоже на винтажные, девочки, не беру судить. Тоже без маркировок, без ничего. Но вот такая вот, такие смешные, видите, много-много бусинок разноцветных. Здесь есть золотистые, есть, в общем, такие коричневые, зеленоватые, сиреневатые. Вот такая вот красота невероятная. И все это собрано на металлическую вот эту вот здесь пластинку. И сделаны клипсы. Не знаю, кто чего что, но потрясающе симпатичные. Мне очень нравятся они. Они прям такие, знаете, винтажные а-ля 50-60-е. Но при этом, в принципе, по-моему, совершенно не устаревший дизайн, не устаревший фасон. Вот такие вот классные. Мне кажется, очень красиво, правда? И они как бы яркие, разноцветные. Но в то же время они не очень такие яркие в рви глаз, не очень вульгарные. И, в общем, очень-очень-очень приятные. Из ожерелей, вернее, цепочка. Это называется локет. Он открывается. Сейчас, если... О, не сломала ногти. Видите? Локет. И при этом не очень хорошо закрывается. Но это не важно. Очень красиво. Смотрите, как он сделан. Моя лампа отсвечивает. Но если вы видите, сделан такой... Ах, как же мне показать, чтобы лампа не светила? Вот. Видите? Вы, наверное, видите роза такая. Такая. Это украшение компании 1928. Здесь есть маркировка. Вот такой бочонок, замочек. И отойду подальше. Сразу становится плохо видно. Вот такой вот он длины. Красивый такой, красивый большой медальон. Вот так он выглядит. Нейтральный вот такой бежевый цвет. Золотая цепочка. Очень красиво. Хорошо сохранившаяся. Не знаю насчет его возраста. Потому что компания 1928. У них есть винтажные украшения. И в то же время есть украшения современные. Они существуют до сих пор. И до сих пор производят украшения. Поэтому трудно сказать, каких годов это украшение. Но оно в прекрасном состоянии. Очень хорошо сохранилось. Очень красивое. Мне очень нравится. Еще из украшений таких странных, необычных. Которые мне не удалось идентифицировать никак. Очень похоже на этот вот браслет по конструкции своей. Видите? Здесь тоже вот так вот звенья сцеплены друг с другом. И точно так же вот в этом браслет и колье сделаны вот по той же самой системе. Я не смогла найти его в интернете. Судя по всему, это не тот же самый бренд, что браслет. Но просто очень похожая техника. Выглядит оно очень необычно. Если вы посмотрите поближе, здесь как бы вот каждая вот эта вот пластинка, она изображает такую как бы композицию фигурки человека. Судя по всему, что-то азиатское. Потому что фигурка человека, по-моему, в такой шляпе китайско-вьетнамской, знаете, азиатской, который тащит какую-то тележку или что-то такое. В общем, все они, я затрудняюсь, я думаю, что это пластик. И точно такой же браслет, в котором, к сожалению, отсутствует, видите, одно из звеньев пустое. То есть потеряна вот эта вот пластинка. Но если честно, я особо, я, во-первых, даже не заметила сначала. Потому что оно, видите, как-то оторвалось, отломалось. И тут, видите, такой черно-желтый что-то было вот на этом вот металле. И оно очень совпадает с цветом вот этой вот пластиночки, которая оригинальная здесь должна была быть. В принципе, браслет мне немножко великоват. Я могу ее просто вынуть и сцепить, просто вынуть вот эту вот деталь поломанную и как бы соединить браслет. Но если честно, я не знаю, как это делать. Это надо нести мастеру, потому что, видите, это не просто так. Это сделано довольно в такой технике, которую я сама не в состоянии, наверное, разобраться с этим и разлепить это все. Давайте я это сейчас надену, вам покажу. Понимаете, вот здесь вот вынуть одно звено, это как бы довольно сложно. Это не просто так сцеплено. В общем, не знаю, как это сделать. Давайте я надену, покажу на себе это. Так, смотрите, какое оно необычное. И браслет. Что вам сказать? Я не уверена, что это какая-то, не какая-то китайская дешевая подделка под что-то дорогое. Потому что, честно говоря, я в интернете именно вот такое вот не нашла. И я не такой эксперт и не очень в этом разбираюсь. Возможно, что потемнение металла, это просто потому, что металл некачественный. И он потемнел, поэтому выглядит абсолютно оригинально. Единственное, что вот по своим с тем браслетом, тот такой массивный и довольно тяжелый. Здесь как бы все вот эти вот звенья, они такие тоненькие, легкие. Не знаю, не знаю. Возможно, что это просто какая-то вот подделка под вот дорогие браслеты, которые... И вот этот бренд браслета, который я вам показала. Но выглядит это все очень, ну как бы, сам металл тонкий и легкий. Но вот эти все сцепления, вот это все сделано очень, так знаете, ну как сказать, не по-китайски. Довольно качественно и довольно... Я находила похожие изделия в интернете. Они точно такие и не такие, как не того бренда, что этот браслет дорогой. Есть... Это даже как-то они специально называются. Вот такие вот изделия сделаны вот в такой вот технике. Как-то книжное сцепление или что такое, не скажу. Не знаю, девочки, дело не в этом. Но оригинально, красиво, необычно, очень, по-моему, оригинальная вещь. По брошечкам. Теперь по брошечкам пойдем. Я купила несколько брошей, которые требуют ремонта. Я вообще никогда этого не делала раньше, потому что у меня руки не работают плохо. Я не знаю, как это делать. Если утеряны какие-то элементы, какие-то кристаллы или камни, нужен специальный клей для этого. Нужно найти эти кристаллы подходящие, похожие. Я не знаю, где это делать. Я не знаю, как это... Где это заказывать. Я знаю, что люди заказывают онлайн. Я знаю, что... Ну, в общем, можно все это изучить. Это целая наука. У меня нет на это ни времени, ни сил. Но есть некоторые вещи, которые я не могла пропустить мимо. Например, вот эта брошь. Я вам сейчас покажу ее. Как же это сделать лучше? Давайте вот так. Я думаю, что видно. Я увидела ее в нашем секунде. Стоила она долларов 5. Почему? Потому что, как вы видите, сверху вот 4 должно быть синих кристаллика и 2 из них потеряны. И, по-моему, больше здесь нету никаких повреждений. Если честно, это уже не так важно и не имеет такого большого значения. Потому что, в принципе, все остальное... Ну, в общем, это почти не видно. Даже, если честно, вот эти 2 синих потерянных кристалла я тоже не сразу заметила. Потому что, когда я посмотрела на эту красоту, я просто не поверила своим глазам, что она продается вот так вот за каких-то 5 долларов. Посмотрите, какая эмаль. Посмотрите, какая необыкновенная красота. Я, опять же, не очень разбираюсь. Но сразу я поняла, что это что-то непростое. Очень интересно сделана задняя сторона. Вот эта вот головка как-то двигается. Я не знаю, это так должно быть. Она как-то или она плохо закреплена. В общем, короче, маркировок на ней никаких не было. Но я как-то сразу поняла, что эта вещь непростая. И я, придя домой, погугливши это дело, обнаружила, что это брошь Трифари. Опять же, очень дорогой бренд, который делал вижутерию. Причем очень давно. Причем эта брошь где-то с 40-х годов. Я прям даже не знаю, девочки, правда ли чему верить. Причем тоже она безумно дорогая. Опять же, которая сделана и отремонтирована. И вот я не знаю. Посмотрите, как она шикарно выглядит на одежде, если ее приколоть. Причем все в ней работает, застежка работает, все в ней хорошо. Не смогла ее оставить, унесла ее домой. Давно она у меня лежит. Мне надо заботиться тем, чтобы ее починить и сделать это хорошо. Не могла я ее оставить. Не могла оставить вот такую вот невероятную неземную красоту, которая вот такая вот необыкновенной красоты брошь. Тем более 40-х годов, тем более бренд Трифари. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь я займусь ремонтом и отремонтирую ее. Следующая брошь, это так называемый Мальтийский крест. Как вы видите, он тоже не совсем полноценный. Тоже стоил какие-то там 3 копейки. Я, конечно, не могла уйти и его оставить. Я его решила купить и решила, что я, возможно, займусь его ремонтом. В нем не хватает буквально несколько вот таких вот голубых, вот этих вот голубых подберезу камушков. Я надеюсь, что я их найду. Сзади он сделан очень вот так вот необычно. Видите, не то, что необычно, а судя по всему, действительно вещь винтажная. Вот потому что винтажные вещи. Броши делались так, что они цеплялись вот на такую вот заклепку. Но опять же, я не специалист. Это чисто мое дилетантское ощущение. Потому что она сделана очень крепкого металла, очень хорошо сделана. И вот видите, какая она необыкновенно красивая вещь. Конечно же, очень красиво будет смотреться на любой одежде. Вот как-то так. Но опять же, ее надо отремонтировать. Хотя вот эти мелкие потери, они настолько мелкие, что практически не видны. Но в принципе, конечно, видны. Потому что вот здесь вот явно вот эти голубые и бирюзовые камушки, которых не хватает. Две штуки. Буду искать. Еще одна брошечка. Просто красивая брошечка. Ценого в ней абсолютно ничего нет. Надписи и маркировок тоже никаких нет. А просто вот такая вот красивая брошь с зелеными кристаллами. Кристаллы, кстати, пластиковые. Не стекло. Почему? Потому что я вижу, что на некоторых из них, знаете, есть такая как затертость. Вот обычно на пластиковых кристаллах вот такой вот бывает. На стеклянных нет. Но она очень эффектная, очень красивая. И я как бы ее не могла оставить. Потому что выглядит она необыкновенно красиво. Так же необыкновенно красиво будет выглядеть на одежде. Очень эффектно, очень необычно. И такого красивого-красивого зеленого цвета камушки. В общем, симпатичная брошка. Все, дорогие мои друзья. На сегодня все. У меня там еще кое-что есть. Но я решила не показывать все сразу в одно видео. Потому что оно получится очень длинное. Кроме всего прочего, у нас настолько сейчас все, плохо в секонд-хендах с украшениями. Что я лучше в следующий раз покажу. И сниму еще одно видео. Оставлю, так сказать, про запас. Себе свои запасы про запас. Чтобы было еще у меня на одно видео съемок. Все, дорогие мои друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Люблю, целую. С вами была ваша дита из Канады. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok